Добрый день, компания Кодерлайн. Сегодняшний ролик посвящен управлению информацией о ценах и партиях поставщиков в 1СЕР. Для регистрации данной информации в системе предусмотрен специальный документ и регистрация цен на номенклатуре у поставщика. Сдавать этот документ удобно с помощью специального рабочего места. Для этого необходимо перейти в раздел «Закупки», «Инсы и закупок», «Цены поставщиков в прайс-лист». Сначала покажем дату, на которую мы хотим зарегистрировать цены. По умолчанию это текущая дата, я соглашусь с этим. Затем выбираем поставщика. Выберу поставщика, который создал заранее, поставщик с аналогичным названием. И воспользуюсь командой «Сформировать». Открывается форма настройки параметров прайс-листа. На закладке «Отбор номенклатуры» нам предлагается установить фильтры, которые нам помогут отобрать ту номенклатуру, для которой мы хотим зарегистрировать цены. К примеру, я воспользуюсь таким отбором, как номенклатура. И укажу два материала, которые я заранее создала, на которые хочу установить цены. Это материал 1 и материал 2. Дальше перейду на закладку колонки прайс-листа. Здесь указываются виды цен, которые мы хотим регистрировать. Поскольку для данного контрагента заведет лишь один вид цены, он уже установлен по умолчанию. Нажимаю кнопку «Ок». В результате появляется некая табличная чайца с номенклатурой, которую я отобрала. Здесь предлагается заполнить информацию о ценах, упаковке и минимальных партиях поставки. Следует отметить, что для материала 2 колонка цена не заполнена. Укажу здесь значение, которое я хочу установить. К примеру, это будет 150 рублей. Для материала 1 мы видим, что цена заполнена, это составляет 500 рублей. Это означает, что на данной номенклатуре был уже создан документ регистрации цены поставщика. И на текущий момент действующей ценой является цена 500 рублей. К примеру, я хочу изменение. У ценного поставщика произошло повышение. Укажу цен 600 рублей. Кроме того, поставщик теперь поставляет этот материал только от 10 штук. Соответственно, минимальную партию поставки укажу 10 единиц. В нижней части формы мы видим, что цена на материал 1, предыдущая действующая, была от 7 июля. Она составляла 500 рублей. Сейчас произошло повышение цены на 100 рублей, что составляет 20%. Действующая цена 600 рублей. Мы проанализировали данную информацию, все указали и хотим применить измененные цены. Для этого нажимаем соответствующую команду. При необходимости можем указать комментарий. Выбираем вариант записать и привести и нажимаем кнопку установить. В результате формируется цен в документ регистрации цен поставщика. Кроме того, следует отметить, что если поставщик нам присылает информацию в неком файле, в Excel файле, перечень большая, для того, чтобы вручную здесь не набивать этот номер, который не устанавливает цену, можно воспользоваться командой загрузить из внешнего файла. Открывается форма. Я перехожу в документ, который прислал мне поставщик. Для упрощения, я создала некий простенький документ. Допустим, хочу зарегистрировать цену только на материал 2. Копирую эту информацию. Перехожу на форму загрузки. И вставляю ее сюда. Нажимаю кнопку «Далее». И да, следует отметить, что для загрузки цен с помощью копирования обязательно должна быть заполнена одна из колонок. Либо номенкатура поставщика с точным соответствием, либо артикул. По кнопке «Далее» мы видим информацию, которую система обработала. Предыдущая цена на этот материал 150 рублей. Рост цены 66,67%. Новая действующая цена, которую мы хотим установить 250 рублей. Если все верно, нажимаю «Далее». В необходимости указываю комментарий. И готово. В результате создан еще один документ регистрации цен поставщика. Для того, чтобы просмотреть созданные документы, на рабочем месте есть специальная гиперссылка. Если мы перейдем по ней, то открывается список документов и можем открыть любой из созданных нами документов. Таким образом, мы видим, что программа предлагает нам удобный, достаточно простой механизм регистрации цен и партии поставки. На этом хочу завершить свой ролик. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok